Это плах 128-й горно-пехотной бригады, которая стояла здесь, героически защищала нас от нас самих. Зачем им с нами, если нужно сбежать самому? Дебальцевский котёл тает стремительно, причём настолько, что части Донецкой армии не успевают порой преследовать отступающего противника. Список освобождённых от киевских войск посёлков увеличивается каждый день. Ольховатка, Камышатка, Малоорловка, а теперь и Новоорловка. Части вооружённых сил Украины откатываются от южных рубежей котла, оставляя без боя целые укрепрайоны, как, например, в Новоорловке. Это помещение украинские солдаты использовали в качестве казармы. Вот здесь спальные места, в центре импровизированная столовая. О том, что они уходили в спешке, свидетельствует начищенная картошка, её даже сварить не успели. Офицеры Донецкой армии осматривают позиции противника. Удивление не скрывают. Производит впечатление молодушие украинской армии иметь такой серьёзный укрепрайон и просто броситься, уйти, убежать. А копы, блиндажи, пулемётные гнёзда, даже капонеры для бронетехники. На десятках метров целый укрепрайон. Он прикрывал въезд в село Малоорловка. А по периметру, чтобы не прошла бронетехника, ещё и обложились противотанковыми минами. Их хотя бы видно, а вот противопехотных минловушек, да и просто растяжек украинские войска хоть и торопились, но разбросали повсюду. Дальше мы без сапёров не пойдём. Хорошо оборудовано по всем законам инженерного искусства. Что, растяжка была? Да. Где? В блиндаже? Да, в блиндаже. На входе? Нет, в углу стояла. И вот эта была примотана. Примотан пластид для усиления поражающего эффекта. Сапёры работают с утра до вечера, и их не хватает. Сюрприз может поджидать повсюду. А что это? Мина ОЗМ-72. Выпрыгивающая мина. Давайте отойдём. Обезвреживают её на месте. У нас взведена была? Да, у меня взведена. У неё есть сейсмический датчик. То есть она может тебя подпустить и потом подорвать. Особенность Малоорловки в том, что укрепрайон на въезде лишь часть эшелонированной системы обороны. На расстоянии всего лишь километра ещё одни, не менее серьёзные позиции. Шахта Янакиевская сама по себе сложный для ведения боевых действий объект. Никаких специальных сооружений украинская группировка, которая базировалась здесь, не строила. Оборону здесь можно было бы держать очень и очень долго. Но украинские солдаты ушли с шахты Янакиевской сами. А перед отходом подорвали часть зданий, чтобы труднее было возобновить работу. Ведь уголь до войны шахта выдавала. Вот пирамиды со 120-миллиметровыми минами, груды выстрелов гранатомётом, кучи патронов в ящиках и россыпью. Остальные трофеи ополченцы уже пустили в дело. Красота! Это товарищ Вонгроб, он вообще того, откуда мы берём боеприпасы. Сами оставляют, сами берём. А почему так всё безалаберно навалено? Кого призывают, так и воюют. А воевать бывшая группировка, попавшая в Дебальцевский капкан, судя по всему, не очень-то и хочет. Из относительно крупных населённых пунктов у них под контролем остаётся лишь посёлок Ильинка в центре котла. Поняв, что организованно пробиться к своим не получится, солдаты мелкими группами стараются просачиваться сквозь блокирующие их части ополченцев. Антитеррористическая операция против сепаратистов, как именует войну, Киев, на пользу украинской армии не идёт. Доброволься батальон Донбасс. И внизу, Юра, сепаратизм шкидливый для вашего здоровья. Шкидливый означает вреден. Для их здоровья он очень был шкидливый. Антон Степаненко, Артём Григориан, Виталий Мельниченко, Первый канал, Дебальцевский фронт.